Фантастика на бумаге и фантастика на экране – вещи совершенно разные. Каким-то режиссерам удалось визуально воплотить фантазии авторов, какие-то пошли в разнос. Сегодня мы изучим наиболее впечатляющие печатные произведения, которые удалось перенести на экран. Вы на канале пересадочная станция и это 10 лучших экранизаций фантастических книг. Марсианин. Опубликованный в 2011 году роман Энди Уира даже не планировался к печати и был опубликован в личном блоге автора, а после размещен на Амазон всего за 99 центов. Слава пришла быстро. Вопрос экранизации был лишь делом времени. То, что сделал с произведением Ридли Скотт в 2015 году, при поддержке главной роли Мэтта Даймона, конечно, заслуживает только эпитета Браво. История выживания на Марсе еще никогда не была такой живой и педантичной. Голодные игры. Книга вышла в 2008 году и сразу же заслужила невероятный успех. Экранизация от Гэри Росса, а также последовавшие два продолжения, довольно точно переносит фабулу о диктаторском мире будущего с показательными играми на выживание. Только один из 24 участников может выжить. Как вам такое? Картина, в общем-то, как и книга, довольно прямолинейна. Но игра Дженнифер Лоуренс выше всяких похвал. 2001. Космическая Одиссея. Рассказ Артура Кларка был издан аж в 1951 году. А сценарий, снятый по нему 2001. Космическая Одиссея, Маэстро разрабатывал совместно со Стэнли Кубрик, а помогали им сотрудники НАСА. Итог понятен. Лучше этой ленты на Ниве Сайфай нет и, судя по всему, ничего уже не будет. Экипаж Discovery, Дэйв Боумен, Фрэнк Пул и бортовой компьютер HAL 9000 отправляется искать в Солнечной системе нечто новое. Автостопом по галактике. Книга была написана еще в 1979 году, но развитие спецэффектов позволило его оживить лишь в 2005 году. И надо сказать, переносный экран получился отменный. Гард Дженнингс не слишком увлекался приглашением в кадр звезд. Разве что Джона Малкевича можно отметить. Зато изысканно воссоздал атмосферу произведения. Итак, Артур Дент узнает, что инопланетяне хотят снести Землю и построить на ее месте межгалактическое шоссе. Мечтают ли андроиды об электро-овцах? Бегущий по лезвию бритвы. От книги Филиппа Дика в переложении Ридли Скотта осталась лишь канва. Да и сам фильм перемонтировался, наверное, раз 10. Однако то, что получилось на выходе, можно назвать лишь одним словом – шедевр. Добавить к дуэту Харрисона Форда и Рутгера Хауэра больше нечего. Охотник на андроидов выходит в поле. Рассказ служанки. Республика Гелиад жила обычной жизнью, но фанатики, пришедшие к власти, быстро сделали из нее государство ужаса. Борьба с бесплодием, лишь каждая сотая женщина фертильна, решена наиболее жестким способом – приписыванием к знати служанок, которые могут зачать и выносить ребенка. Печатное произведение вышло в 1985 году. На экран оно перенеслось в 2017. Получился образец мастерской работы во всем – притягательный и магический. Заводной апельсин. Энтони Бэрджес написал «Заводной апельсин» в 1962 году. На экраны он попал довольно быстро – в 1971. Весьма филигранное воссоздание атмосферы книги, на экране приправлено талантливой игрой Малькольма Макдауэлла и традиционной камерой Кубрика, которая, кажется, снимает балет, а не кино. Игра Эндера Орсон Скотт Карт издал одноименный шедевр в 1985 году. Экранизация Гевина Худа, снятая аж за 110 миллионов долларов, появилась в 2013 году. Длинный путь на экран – произведение было в работе с 2000 года. Сказался – первая половина игры Эндера не слишком впечатляет. Зато финал расставляет все точки над «и». История тренировок и моделирование борьбы человечества с агрессивными жукерами. Впечатляет по полной программе. 1984 1984 Джорджа Оруэлл вышел в 1949 году. Но и сегодня причисленная к классике книга является предупреждением всем будущим поколениям. Одна из наиболее ярких антиутопий о диктатуре и подавлении свободы идеально воссоздана в одноименном 1984 году в ленте Майкла Редфорда. А Джон Херт сыграл в ней, пожалуй, свою лучшую роль. Война миров Война миров 1897 года Герберта Уэллса экранизировалась несколько раз. Но ни одно произведение не смогло повторить дух и букву оригинала. В этой череде стоит отметить картину Стивена Спилберга, снятую в 2005 году. Том Круз и Дакота Фаннинг в ней создают идеальный дуэт. А картины разрушений в ходе борьбы с марсианами, хоть и не дотягивают до масштаба романа, но погружают зрителя в самое сердце событий. Если вам понравилась эта подборка экранизаций, то обязательно пишите в комментарии, какой из фильмов достоин первого места. Ну а если же вашего произведения нет в этом списке, то тоже пишите об этом в комментарии. Ну и конечно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и как всегда. До встречи в следующих мирах.